Старайтесь остановить ровно в том положении, в котором вы вексаграде, чтобы не изменилась точка зрения. Это понятно? У вас вот эта лисичка или вот эта лисичка? Ага, давайте. У вас нижняя челюсть, а у вас челюсть лука. Так. Хорошо. Сейчас вексаграде. Что вы сейчас делаете? Учтите, вот вы вчера час рисовали. То есть час смотрели на вашу натуру, смотрели на вашу рисунку. В конце этого часа, на самом деле, быстрее, через полчаса, происходит заметный эффект. Вы перестаете видеть ошибки. Это называется зануриваться глаз. Зануривание взгляда. Поэтому рисовать подряд больше сорока минут, вкладываясь в рисунок, я не советую. Начнете врать. И не будете видеть ошибок. Поэтому полчасика, минут тридцать пять поработали. Так. И минут на пять-десять отвлечься. Ну, подурачиться там, попереть, попрыгать. Резко сможете работать. Увидите, что вы по-другому, по-новому будете видеть свою ошибку. Так. И вот сейчас, сейчас у вас глаз свежим, пока еще не замыли. Коля, поставь прочно под тему губом, иначе это вот бессмысленное рассматривание. Если губу хотя бы чуть-чуть изменится, ну все. Ведь все соотношения сразу не менялись. Давайте я вам вот так партву сюда на него поставьте, чтобы губу был прочно, прочно и прочно. Только в одном случае это не для смысла. Какие у нас сегодня задачи? Первая задача. Проверить соотношение всех деталей на вашем рисунке. Попробуйте сами научиться находить ошибки. Как это делается? Это же очень просто делается. Ну вот берите, допустим, на спине посмотрите, вот она. Можете прикинуть, какая высота глазница. Максимальная высота глазница, вот эта. Да, можете поверить. Можете после этого сравнить с шириной носовой вырезки. Да, можете. И вы получите эти измерения на натуре. А потом то же самое вы себе на рисунке сделаете. Посмотрите, а сколько раз высота глазница укладывается в длину морда, в расстоянии от носовой вырезки до уголка глазницы. И посмотрите, что у вас на рисунке. Прям линейкой можно? Не-не-не-не. Линейка это неинтересно, это бег на костылях. Задача такая. Мы собираемся с вами точкой, точнее всего, в токачке. И никакого наука рисования при этом не сложится, просто по определению наука. Вот когда ребенок учится ходить, он должен падать. Он должен набивать шишки, разбивать коленки и так далее. Вот без этого ходить не учится. Знаете, о вашей молодости вы еще заставили, наверное. Была для таких сумасшедших мам очень удобная приспособочка. Называлась бегунки. Трусы на колесах. Трусы, которые подвешены в такой рамке, крупненькой, и четыре оськи с колесами. Детеныш вкладывал свои трусы, упасть он там не может вообще. И, перебирая ножками, вот так там, соответственно, перемещался. Маму на экстазе, потому что ребенок не травмируется, все классно. То почему-то эти дети в своем развитии начинали все больше и больше и больше запаздывать. И в четырем годах, допустим, уверенно сами хотели плохо. Вот если пользоваться костылями везде и всегда, самостоятельный навык просто не сложится. Так что никаких линейок, никаких циркулинг. Учимся все делать от руки. Вот эти засечки карандашом на глаз, это не костынь. В данном случае вы все равно глазом работаете. А вот этот ваш измеритель, палец называется, это ваш поможник. Понятно, как сказать ошибочек? Все относится ко всем. Попробуйте посравнивать, как это у вас на натуре и что у вас вышло изображение. Ну а потом я буду подходить к каждому с вами пробовать уже вместе. Я обратил ваше внимание в углу. Давайте посмотрим на эту линию. От глазницы до кончика перед носовой вырезкой. Скажите, пожалуйста, эта линия вот здесь, вот такой горб имеет или нет? А теперь у себя посмотрите. Подождите. Вот посмотрите, мыслями провести прямую можете? Видите, что вот эта часть поднимется на ней? Вы ему предписали горбонос, который на самом деле нет. Но вот это только первое. Второе. Значит, если вы сравните вот это расстояние на рисунке. От носовой вырезки до артериального окна. Ну, допустим, с высотой черепа. Вот давайте, допустим, вот так, да? И вот я беру вот на глазничную отростку. Вы видите, ниже зуб, да? То есть вот это расстояние оказывается вот таким. А теперь я попробую сравнить это расстояние в натуре. Раз. Два. Существенно не доходя зуба. Попробуйте сами. Итак, расстояние от вот этой точки вот до этой. И потом это расстояние отложите вниз вот на глазничную. Попробуйте. Здесь. Значит, что вы сделали с мордой? Вы ее сократили слишком или вытянули? Вытянули. Так что, на самом деле, вот в этой части у вас пропорция. Мы потом немножечко еще поправим, но в основном поймаем. Так. А вот морду, во-первых, покороче. Сейчас важно понять, насколько покороче. Во-вторых, значит, не вот так стремляйте. Смотрите еще. Вот от этого места, от этого кожного зуба отсутствующего, вы дальше делаете совсем почти горизонтально. А линия таза вот так поднимается. Понятно? И вот этот вырез, он вот сюда пойдет. Так. Вот этого гарбонета полки дует. Вот дальше попробуем с конец мертвости. Так. Анатоль. Теперь смотрим, что у вас имеется. Ну, для начала очень плохо. Ну, давай обратим внимание вот на что. Ну, вот садись, как ты работаешь. Вот так, чтобы видеть лист, челюсть. Я буду показывать, на что обратить внимание. Значит, ну, давай сначала посиди нормально, смотри. Значит, давай сначала посмотрим. У тебя на рисунке вот это расстояние, если сравни, да? И вот это расстояние. А там, посмотри. А там, посмотри. В два раза. В два раза. Слишком длинный опрос. Понятно? Значит, вот здесь сократить. И сам видишь после этого, как изменится видимая пропорция вот этой челюсти. Так? И вторая штука. Сейчас как бы оттенок по-удобному показать. Здесь сложновато показать. Вот. Обрати внимание вот на эту восходящую ветку. У дальней половинки челюсти. Да. Так? Вот с твоей точки зрения. Смотри, у тебя вот этот вот участок линии. Вертикальный или по-другому запоршен? Ну, почти вертикальный. Ну, ну, ничего себе, почти вертикальный. Вот тебе вертикальный. А здесь сколько градусов примерно? 30. Ничего себе, 30 градусов почти вертикальный. Так? А ты туда посмотришь? Ну, там где-то 15. Ну, там, может быть, 15 есть, но это за счет уступа. Вот такого. Вот так. А в результате вот этот кончик смотрится намного более острым, чем вот этот. Такое ощущение, что он острый вот здесь. А этот вот закругленный. А у тебя пока не получилось. Значит, здесь и здесь. Давай. Вот теперь все на несколько минут отключемся. Следующий этап задания. Вот просто уменьшим первый, получается. После того, как приведем детальки в соответствие, будем немножко учиться работать с линиями. Помните, в прошлый раз я вам когда показывал, нам же без всяких теней, просто одними линиями удается передать объем. Вот сейчас и посмотрим, как же это удается. Первое правило. Это не для всего рисования. Это, собственно, для биологического рисунка. Для нашей с вами, я говорю. Обратите внимание, какие линии. Что такое лохматая линия. Понятно? Или нет? Когда несколько раз пробуете. Вот когда вы делаете набросок, это совершенно нормально. Вот дайте вот этот правильный листочек. У вас, кстати, исходно почти не лохматая. Ну, посмотрите, вот здесь несколько проб в поисках правильного положения линии. А посмотрите в окончательном варианте рисунков готовых. Хоть какая-нибудь лохматость есть? Вот здесь? Нет, не лохматость. Проведена, посмотрите внимательно, Проведена четкая линия. А дальше? Она не тень? Нет, это не тень. Тень – это штриховка. А дальше угоним еще линия? Это дублеры. Обратите внимание. Это никакая не лохматость. Значит, дублер тоже жесткая линия, без всякой лохматости, без всяких там проб заковырок, которая проводится параллельно данному участку главной линии, и он используется для создания эффекта тени. Но прежде чем работать с дублерами, надо довести рисунок вот в такого состояния, или вот в такого, где все линии жесткие. Так? Никакой лохматости. При этом, за счет чего появляется ощущение объема? Вот посмотрите, вот это на самом деле технически очень сложно сделать. Мешанины из линий в этом месте. Если бы они все были одинаковой силы, можно было бы понять, что вообще нарисовано. Или нет? Да нет, это просто какое-то переплетение линий и все. В результате какое правило срабатывает? Из этого правила потом увидите, бывают исключения, но сначала просто общее правило. В общем случае, какая линия ярче? Внешне-контурная или линия, изображающая внутренние детальки? Внешне-контурная. Внешне-контурная одна из самых сильных линий. Теперь берем, вот у вас внешний контур пальца и внешний контур коленного сустава. Одинаковые силы линии или нет? Нет. Нет, а почему? Один выше сустава. Ближе к вам. Здесь неважно, выше, ниже, слева, справа. То, что ближе к зрителю, изображается более сильная линия. То, что дальше от зрителя, менее сильная. Вот для начала, во-первых, попробуем привести линии в порядок, чтобы они были жесткие. Для этого просто все не нужно аккуратненько стираться ластиком. Так, попробуем линии сделать жесткими, и после этого пробуем поиграть на силе линии. Вот почему нельзя никогда делать набросок, сильно нажимая на карандаш. Если у вас вот эти линии уже сделаны вот так, от души ножами, чем вы будете усиливать вот эту линию? Ведь она же должна быть более яркая. Знаете, так что набросок всегда легкими линиями. Идея понятна? Да. Пробуем. А вы в прошлый раз рисовали вот именно под этим углом. Хорошо, давайте тогда попробуем разбираться. Вот этот уголочек видите? Вот эта стенка у глазницы видите? Внутреннюю часть. Смотрите, она у вас на рисунке начинается вот здесь. Вот так. А на черепе где она? Вот здесь. А, да. Вы всю вот эту часть выдвинули почему-то вперед. Это понятно? А на самом деле она вот здесь. Во-первых. Во-вторых. А где самый высокий участок вот этой дуги на рисунке? Возьмите карандаш. Скажите. А теперь на череп глянется. А, да. Понятная она другая форма. Она вот так поднялась, круче поднялась. Так. А потом вот сюда вверх. Вот после того, как я обратил ваше внимание, понятно стало, что надо менять вот здесь. Угу. Хорошо. Ну и теперь давайте нижнюю. Через глянем. Мысленно проведите прямую между надглазничным и полглазничным отростком. Вот так, да? У вас глазница вся разбилась, точнее вся эта яма разбилась на два сектора. Передний, вот он, и задний. Так. У черепа какой больше сектор? Передний и задний? Задний. Задний. На рисунок смотрим. Какой больше? Передний. Угу. Угу. Вот после того, как здесь поправить, вам очевидно будет, просто глазами будет видно, что вот здесь надо уменьшить, а вот здесь надо немножечко назад идти. Угу. Я бы вам рекомендовал начать с верхней части. Тогда будет проще работать с нижней. Вперед. Угу. 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 Значит, смотри. Я бы на твоем месте еще слабил вот эту линию, так что сейчас просто напрашивается идея, что здесь дыра. Вот в этом месте. Хотя никакой дыры нет. Угу. При этом начало линии можно оставить такую силу, как она есть. А вот эта часть верхушечка как раз ослабится. Угу. Вот до такой силы, понимаете. Угу. Так само. И вы видите, у вас появится ощущение того, что никакая дыра. Угу. А вот это, наоборот, опять же не все равномерно, а здесь серединки немножко гуси. Говорите. А обратите внимание, как полетапно ваше изображение приближается к натуре. И рисунок становится все больше и больше похож на то, что на самом деле. Ну и теперь, для того, чтобы вам было совсем уж очевидно, что у вас все получается. Ну, давайте посмотрим вот как. Если вы проведете мысленно продолжение вот этой линии. Вы из моей руки видите, что это похожее? Понятно, что она вот сюда приближается. Да. Угу. При этом окажется на очень небольшом расстоянии от этого зуба. Ну, посмотрите, она вот сюда же терлась. Вот здесь. Не-не-не. Фу, как. В чем дело? А дело в том, что вот это, вот эта дуга, да? Угу. Она доехала почти до самого левого участка глазницы. А у вас она кончилась на много раньше. А глазница, самая передняя стеночка, сильнее наклонена. Поэтому, вот смотрите, если мы сравним длину этой части и вот этой, они окажутся примерно одинаковыми. а у вас длинная, длинная вот эта, очень коротенькая эта. В чем дело? А глазница вот такая. Так. Эта дуга окончилась здесь. А это значит, вся вот эта часть черепа. А она вперед-вверху. Вот так. И звук вот здесь. Вот попробуйте поправить глазницу и заднюю глубокую часть лишней челюсти. Угу. Давайте. Ну, во-первых. Народ, обратите внимание на стояние ваших карандашов. Вот сейчас все. Вот этот карандаш нормально заточен. Так. А вот этот ненормальный. Почему? Конец карандаша, вот конец гречи, чем тоньше, тем больше. Зачем это необходимо? Чтобы иметь возможность проводить очень тонкие линии. А если вы затачиваете карандаш под тупым углом, то у вас такой тонкий кончик. Буквально за 10 секунд сработается и никаких тонких линий у вас не получится. Поэтому затачивайте под более острым углом карандаша. Так. И вот здесь видно, что ты все-таки несколько раз ввел. Вот. Провел кусочек, потом еще кусочек, потом еще кусочек. Смотри, как я делаю. Сейчас. Поставил руку вот так на стол, чтобы она была жестко зафиксирована. Поставил карандаш на меня. И дальше. Не отрывая карандаша. Вот так. Если она недостаточно яркая, то провел еще раз. Провел еще раз. Вот линия оказывается жесткой. Понятно? Вот тут карандаш более мягкий. Так что сейчас я тебе дам ножичек. Отлично. Вот. Давайте. А, ну, работайте, работайте. Вот после того, как я объяснил, понятен мне того, что надо делать? Очень хорошо. И вот это безобразие. И это не тень. Тень делает совершенно по-другому. Мы сначала с вами освоим линейный рисунок, а потом, разумеется, будем учиться работать с этим. Но пока вы просто попите рисунок. Пачкайте бумагу, когда пробуете тень уложить. Ну, теперь давайте немножко поиграем гиблера. В каком месте они накладываются? В том месте, на которое вы хотите обратить внимание. Вокс не обязательно вдоль всей дыры. Ну, вот там это самое самое. Но я это хочу в таксу знали. Видите, у вас после этого, после того, как я вот так провел на, поперечный затылочный валик зрительно приподняться и немножко усилить вот здесь. Может быть даже небольшой дырышечкой здесь. Так. Вот здесь дырышечкой здесь. Можно вторую. И вот так. И видите, до этого плоский затылок начал немножко получать объем. Принцип понятен? Да. Пробуйте. Карандаш покажите. Лучше скочить. Лучше скочить. Сейчас надо иметь возможность, кроме всего прочего, проводить очень тонкие дыры. А для этого нужен хорошо, достичный карандаш. Вам нравится, что это включается? Да. Вот смотри еще одну штуку. У тебя пока слишком маленькая носовая вырезка. Она реально бог удовольствует. Она намного крупнее. Вот этот валик. И теперь. Вот что я сейчас такое намечу вот это? То, где приведяется клык. Да. Это углубление, в котором был закреплен клык. И сейчас очень тонкие. Вот эта линия достаточно яркая. Вот которую я наметил. А вот дальше очень тонкими линиями с тонкими дублёрами. А это что я делаю? Это корень. Да. Это котля корня. Вот здесь несколько дублёрчиков. И посмотрите. У вас верхняя челюсть. Кроме всего прочего, стала немножко набирать объем. А теперь вам надо аккуратненько убрать все лишние линии. Вот постараться от них избавиться. Ну и переводить линии уже в нормальное состояние. Жесткие, не плохие. Так. Ну, пойдем. Так. Ага. Правильно сделаешь. Ну, держите. Плохой. Плохой. Да, да. Так я вижу. Плохой. Значит. А вот теперь смотри. Карандашка. Угу. Вот для того, чтобы получить уже хороший объем. Плохой. Какой силой я сейчас нажимать буду. С такой же силой, как ты это делал или нет? Нет. Ага. Можешь попробовать так же. То есть не со всей дуги на карандаш сжать. А очень аккуратненько. Вот смотри, что получается. Отлучается эффект тени. Вот эти кусочки. Ну вот. Тоже пройти по всей другим лицам? Не по всей, но по другим. А вот смотри. Надо это делать только в том месте, где лежит тень. Хорошо. А вот здесь надо вести или надо? Нету. Нет. Здесь не надо. Идея понятна? Да. Вы. Можно вернуть? Так. Топ вот эту руку. Угу. Угу. Так. Ну вот это мне теперь просто нравится. Так. Ну, пока мы его сделали пластилином. К сожалению. Значит, в чем дело? Попробую показывать. Вот так нормально. И вот так нормально. А когда смотришь вместе, что произошло. Взяли вот. Вот. Понятно? Эта часть черепа сюда съехала, а эта вот вон туда. А вы сделали вот этот наклон. А посмотрите на черепе. Наклон влево или в правую вот эту линию? Угу. 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 Вот у вас и уехала эта височная яма вниз на глазницы. Можно оттуда влево. Попробуйте немножко поправить. И учтите. Вот. Смотрите. У вас вот здесь есть вот эта более-менее выраженная радиус. Вот ямка вот эта. Угрумая. Вот она у вас. Ну что вы с ней сделали? Вы ее взяли и вот так растянули. На самом деле вот эта линия поднимается от хода. Существенно более круто она вот сюда идет. Вот так идет. Вот теперь видите? Угу. Угу. У нас здесь кривизна. Вот так. Вот давайте попробуйте поправить. Ну-ка. О, не увлекайся, не увлекайся. Узнаем, что это. Много бывает. Когда только учишься с какой-то новой техникой, как правило, стараешься ее столько уж насовать, чтобы мало не показалось. Если проводишь так много дублеров, у них не должна быть одинаковой яркости. Вот сам подумай, как надо менять яркость дублера, если они идут вот так все или нет. Да, да, да. Только в этом случае будет нормально. А так это у тебя какой-то… Нет, на самом деле очень неплохо. Это такая хорошая графическая манера. Только это не биологический рисунок. Ощущение объема не создалось. Это такая абстрация хорошая получается. Вот. Так что все-таки старайся сдерживать свой темперамент. И как-то ограничивать количество и регулировать яркость. Ну, самое-то нравится, что получается. Вот. А мне совершенно активно нравится. Происходит такое поэтапное приближение к тому, что есть на самом деле. И вот как мы говорили, чтобы линия была не лохматая, а чертливая, переводим в порядок. Ну что, ребят, занятие – это занятие. Идет до завершения. И вас всех можно поздравить. Ваша первая работа, причем у всех без исключения, вполне достойна. Так. Помните, в прошлый раз я вам показывал, с чего люди начинали и что у них получается в конце? Угу. Вот если у вас так получилось. На первом рисунке, представьте себе, что вы будете рисовать к концу нашего занятия. То есть, всего-то еще там десять занятий. И у вас будет совершенно другая рука, совершенно другой глаз. Давайте немножечко доделываем. Сейчас вот минуты три-четыре есть на доработку. И будем сворачиваться. Так что? А, далее же переносим. Значит, вот для того, чтобы передать всю здешнюю ситуацию. Ситуация непростая. Во-первых, совершенно необходимо показать, что это не просто одна линия. Вот видите, здесь остались ямки зубной амбиолы. Так? Значит, от выпивших резцов. А после этого... Ну, это внешнеконтурная, значит, достаточно яркая. Так. И здесь есть один фокус. Ну, во-первых. Ну, во-первых, вот это очень сильно мешает. Набираем совсем. А дальше все. Дублер настроен. Затем. 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 Вот смотри, что я делаю. Я не продолжаю эту линию. Я ее оставлю. А рядом с ней. Провожу еще одну. Потом еще одну и больше заворачиваю. И вот здесь провожу. Набираю. И смотри, что получилось у нас вот здесь. А здесь с этой стороны. Здесь внешнюю контурную усилию. Ну, что, понятнее, что вы как нас устроили? Да. Понял, что я делаю или нет? Да. А, да. На следующем рисунке сам попробуй, что же самое сделаю. Хорошо. И я уверен, что там, может быть, не с первого, но с второго, третьего раза вполне будет получаться. Спасибо. Угу. Так. Все будет хорошо. Вот здесь такая точка, на которой надо себя взять за руку и сказать все. Потому что дальше начинается не улучшение, а улучшение. Так. Важно вовремя остановиться. Ну, что, в качестве первой работы очень неплохо. Нормально. И то же самое. Остановитесь. А то начнете уже помнить. Вот. Ну, у вас и исходно было все нормально. Ну, в качестве вот, там, я не знаю, навыка облубивания именно биорисуночного, так, у вас вполне удачно. Вполне. Хорошо. То же самое. Хорош. С дублёжем в следующий раз попробуем на следующей натуре положиться. Или, если хотите, в понедельник можете продолжить работать с этим черепом, но чтобы довести его уже до состояния законченного рисунка. Или, если он вам надоел, можно взять новую натуру и с самого начала с наброска до завершения. Это на ваше усмотрение. Так. Так. За семь, господа. Заметьте, я считаю законченным. Спасибо.